МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ангелина Губайдулина. Сегодня в выпуске. Пожароопасная обстановка на территории Березовского района оценивается специалистами как стабильная. Березовскому МФЦ исполнилось 5 лет со дня открытия. В конце июня Гриммский политехнический колледж масштабно отметил юбилейный 25-й выпуск своих студентов. Об этом и многом другом смотрите далее и прямо сейчас. Пожароопасная обстановка на территории Березовского района оценивается специалистами как стабильная. С начала сезона произошло 3 лесных пожара. Общая площадь повреждения лесов 2,5 гектара. И как отметили работники единой диспетчерской службы, в дальнейшем ситуация будет усугубляться. По прогнозам, пик пожаров придется на третью декаду июля. Службы экстренного реагирования готовы к подобным ситуациям. Специалисты хоть и отмечают довольно спокойную обстановку, однако рекомендуют жителям не посещать леса без необходимости в пожароопасный период и учитывать информацию об введении особо противопожарного режима. Он вводится при достижении четвертого класса опасности, возникновении множественного количества лесных пожаров. Эти решения будут приняты распоряжением глав городских и сельских поселений, а также и возможно принятие этого решения администрации Березовского района, при которых невозможно будет посещение лесов, а также будут введены особые правила, которые будут действовать на территории населенных пунктов. Поэтому я бы хотел обратиться к жителям, чтобы в случае возникновения, в случае введения такого режима необходимо будет внимательно относиться к своим действиям, ну скажем, на территории лесов и рядом с ними. Стоит быть максимально осторожным летом и на реке. За последние две недели произошло уже три несчастных случая на водных объектах Березовского района. Поэтому необходимо не подвергать себя опасности и обращать внимание на предупреждающие знаки. Особенно в неустановленных местах, где купание строго запрещено. Специалисты ЕДДС напоминают и о паводковой обстановке на территории района. Были у нас два случая. Первый – это в Сарампауэль. До критического уровня там был введен режим повышенной готовности для сил и средств районного звена. До критического уровня оставалось там 2 сантиметра. Ну, в принципе, сейчас пик, так называемый, вот этой второй волны, мы говорим о том, что начинают таять горы, мы считаем, что он уже прошел. То есть сейчас там уровень упал на 2 с лишним сантиметра и обстановка нормализовалась. Но в то же время та вода, которая скатывалась у нас с гор оттуда, она отдала подтопление, ну, вернее, не подтопление, а угрозу подтопления населенному пункту Анеева в городском поселении Игрим, где тоже был введен режим повышенной готовности. И до критического уровня там оставался 11 сантиметров. Сейчас на данный момент стабилизировалось все. Уровень немножко понизился. До критического там сейчас 27 сантиметров. Также продолжаем контролировать вот эту ситуацию. Десять югорских семей получили медали за любовь и верность. Эта награда полагается парам, которые прожили в браке не одно десятилетие и воспитали детей. Торжественная церемония уже стала традиционной на заседании семейного совета, которая проходит в режиме видеоконференции с участием всех муниципальных образований округа. Ежегодно его собирают в честь Дня семьи, любви и верности. За последний год в округе появилось почти 14 тысяч новых ячеек общества. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Поэтому показатели у Югра лучшие на Урале. А вот у многодетных семей в Югре 25 тысяч. В Березовском районе также медаль получили три семьи. Вдовина из Игрима, Ивашенко из Светлого, Ихатанзеевы из Сарампауля. Продолжаем наш информационный выпуск. Березовскому МФЦ исполнилось пять лет со дня открытия. Сегодня офисы учреждения работают во всех крупных населенных пунктах муниципалитета. За день услугами представительств пользуются десятки жителей. Поводы для обращений самые разные. От консультации до оформления необходимой документации. О том, как проходит рабочий процесс в многофункциональном центре столицы Березовского района, а также дальнейшие планы развития, в нашем следующем сюжете. Утро будничного дня. Специалисты Березовского МФЦ заполняют необходимые данные, работают с документами. Посетители, взяв специальный талон, ждут своей очереди в это время. У одного из окон идет оформление документов. Элла Канищева живет в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе в Тазовском. Работает учителем. На период каникул приехал на свою малую родину. Когда-то жила и училась в инзитуре. Там осталась квартира, в которой уже давно не живет, а потому решила продать. Для удобства оформления сделки купли-продажи обратилась в Березовский МФЦ. Первый раз я обратилась недавно по оформлению свидетельств на следствие. Мне очень быстро оформили, доброжелательная обстановка, и все оперативно произошло. В течение пяти дней я вступила в наследственное право. Сейчас, 5 июля, я приехала для того, чтобы, соответственно, продать квартиру. По договору купли-продажи у меня специалист Татьяна Валерьевна все проверила. Документы в ней сейчас работают с документами. Достаточно оперативно работают. На очень хорошем уровне. Доброжелательная обстановка. И я думаю, что это очень хорошо, что люди имеют такую возможность обращаться в единый центр обработки информации и предоставления услуг. Это большая помощь жителям района. У нас в Березовском районе тоже такое есть, такая возможность. Так что это очень хорошее начинание и инициатива нашей администрации и власти. Для того, чтобы люди получали различный спектр услуг в одном кабинете, в одном месте. Получить необходимые услуги в одном месте сегодня могут все жители Березовского района. Особенно актуально это для жителей малых населенных пунктов. В более крупных селах, таких как Игрим, Саран-Пауль, Светлый, Хулимсут и Приполярный работают территориально обособленные структурные подразделения. Все начиналось в 2012 году. Тогда администрация муниципалитета приобрела помещение по улице Пушкина. После проведения необходимых работ 1 июля 2013 началась работа с заявителями. На момент открытия эксперты работали по 80 различным направлениям. Сегодня их насчитывается уже более 260. Количество предоставляемых услуг также выросло значительно. Сравнивая 2014 и 2017 годы, оно выросло с 6 до 36 тысяч. В основном востребованы услуги социальной сферы, пенсионного фонда, услуги социальной защиты, департамент социального развития. Потому что население у нас, это пенсионеры, использующие льготный проезд, обращаются. Это семьи с детьми. Вот сейчас пойдет сезон, к школе будут обращаться на различные социальные выплаты, на материальную поддержку. И также услугами пользуются услуги Росреестра. Конечно, это сложно. Удаленные населенные конкуренты, к сожалению, не могут пока предоставлять эти услуги, потому что сроки передачи документов очень строгие, ограниченные. Поэтому это для нас важно, чтобы территориальные подразделения предоставляли эти услуги. Жители той же Шатанки или Ванзитура и других сел и деревень часто приезжают в Березовский МФЦ. Также проходят и выезды специалистов непосредственно в населенные пункты для принятия необходимых документов. Помимо этого, на местах собираются документы от селян, которые позже привозятся в центральный офис. Здесь работники не только выслушают, но и максимально грамотно выполнят необходимые услуги с соблюдением всех стандартов и норм. Просто работа очень интересная, на мой взгляд. Постоянно общаешься с людьми, с разными людьми. Предоставляются очень много услуг, разные направления. Это очень может пригодиться и где-то самой лично в жизни, и может подсказать близким, знакомым. Работа очень приятная тем, что обращается очень много граждан, проблемы у всех разные. И помогаешь, осуществляешь прием, где-то консультируешь, видишь, что делаешь для человека что-то нужное. И это очень приятно, как бы радует. Не сложно? Большой поток вообще? Поток, да, бывает очень большой. Конечно, тяжело очень. Но когда видишь результаты своей работы, как-то на это не обращаешь внимания, закрываешь глаза. Так работа не столько сложная, может быть, за счет того, что очень интересная. Узнаешь много нового, сталкиваешься с разными ситуациями, которые интересны даже иногда, в силу того, что даже они очень сложные, как-то решать. Решать сложные задачи и двигаться вперед. Так, в прошлом 2017 году в Березовском МФЦ начал активно развиваться и увеличиваться. Перечень услуг для местного бизнес-сообщества. Помимо этого, внутри центра также идет развитие предпринимательской деятельности. Мы заключаем агентские договоры на сопутствующие услуги, которые могут быть полезны и учреждениям нашего Березовского района, и также предпринимателям бизнес-сообщества. Это вот сейчас с нами заключен договор с ООО «Тюмени-экспресс» на выдачу электронно-цифровых подписей различного уровня, так скажем. То есть любые цифровые подписи мы можем выдавать как учреждениям государственным, как частным физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Помимо этого, для удовольствия населения в начале года установили новые программные комплексы, благодаря чему уменьшилось время ожидания, а качество, наоборот, увеличилось. За 2017-й данный показатель МФЦ составил более 50 тысяч предоставленных услуг на территории Березовского района. В конце июня Игримский политехнический колледж масштабно отметил юбилейный 25-й выпуск своих студентов. Торжественная церемония вручения дипломов проходила в стенах Игримского дома культуры. Этот студенческий выпускной отметился особенно большим количеством выпускников. Подробности смотрите далее. Ежегодный Игримский политехнический колледж выпускает десятки специалистов, наиболее востребованных в районе и округе, рабочих и специальных профессий. В этот день 135 выпускников получили заслуженные дипломы о среднем профессиональном образовании по 10 специальностям. Мастер по обработке цифровой информации, автомеханик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, сварщик, дошкольное образование, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и многие другие. Но самое прекрасное и значимое для каждого выпускника событие пришли и почетные гости, среди которых исполняющий обязанности главы Березовского района Ирина Чечеткина. Эти замечательные премии от имени главы района, которые стали доброй традицией вручать выпускникам Игримского колледжа, я хотела бы, конечно же, от себя лично, от имени главы Березовского района, от всех жителей нашего замечательного района, поздравить вас, дорогие выпускники, но с этим ярким событием в жизни. Это очень важное событие. Вы, нет, наверное, скажу, что весь июнь, вы знаете, у нас какой-то праздничный. У нас начинаются выпускные сначала в наших детских дошкольных учреждениях, да, затем мы стали громко отмечать выпускные у первоклассников, затем у нас идут выпускные в четвертых классах, переход в пятый класс. Затем у нас с вами отмечают наши старшие ученики образовательной школы, это выпускные девятые, одиннадцатые классы. И вот, наконец-то, июнь заканчивается таким действительно грандиозным событием, выпускным вечером в Игримском колледже. Во-первых, я хотела бы сказать, наверное, напомнить, что 2018 год является у нас годом, ну, с многочисленными пятерками, согласитесь, 95 лет Березовскому району, 65 лет со дня открытия газа в Западной Сибири, 425 лет будет отмечать град Березов, столица нашего района. Мы с вами очень, мне кажется, торжественно, громко, с приездом большой делегации со всего округа и даже России, мы отмечали с вами буквально недавно 25 лет нашему дорогому Игримскому колледжу. И вот сегодня, я спросила еще просто, немножко так сомневалась, оказывается, у нас еще и юбилейный 25-й выпуск. Ребята, я вас поздравляю. Это, конечно же, запомнится и вам, и нам, и всем жителям района, потому что, ну, действительно, ну, очень круглые и знаменательные даты. Хочется, конечно, пожелать, чтобы у вас, у всех, у каждого из вас, везло в этой жизни. Вы получили сейчас профессию, это, конечно, очень важно, но хочется, чтобы еще и дальше в жизни вас встречала удача, сопутствовал успех, и каждый нашел свою ту единственную дорогу, ну, которая, наверное, бы и привела к этому успеху. Она же вручила двум лучшим студентам колледжа свидетельство о присуждении традиционной премии главы Березовского района талантливой студенческой молодежи. Премии на сумму 10 тысяч рублей за выдающиеся успехи в учебе, участие в студенческих окружных конкурсах, олимпиадах и активное участие в общественной жизни колледжа и района были вручены студенту Виктору Киселеву и выпускнику Дмитрию Белошапкину. Также на этом торжестве нашлось место и для еще одной традиции, отмечающей заслуги самых умных и самых умелых выпускников колледжа ежегодным номинациям «Золотая извилина» и «Золотые руки». Заместитель директора ИПК Людмила Гистойнина выручила диплом за победу в номинации «Золотая извилина» выпускницам Виктории Писаненко и Александре Рукалиной. Посмотрите, какая красота. Диплом «Золотая извилина» награждается дипломом Писаненко Виктории Михайловны, выпускница 2018 года. И как? Продолжаем в том же направлении. Ты действительно восхитительная, ты действительно необыкновенная. Глядя на тебя, уже нам самим хочется куда-нибудь поступить тоже в колледже. Поздравляем тебя, целиши. Боже, аплодисменты. А вот этот чемоданчик маленький, это мы к 25-летию делали. И там тебе на память очень хороший светящийся светодиодный календарь, что ты в этом году выпустилась. Ну и еще кое-что с логотипом колледжа. Между торжественными моментами на событии звучали подарки и выступления творческих коллективов колледжа, которые исполнили на этой сцене немало современных молодежных танцев и жизнеутверждающих песен, в том числе и заставившие зал встать традиционным геном Российской Федерации. По словам ребят, понятно, что им грустно расставаться с колледжем, ведь за все время обучения он стал для них родным вторым домом. Вы знаете, приехала я сюда с другой стороны, и поэтому именно в этом году, когда приехала, я сразу поступила в колледж. Колледж дал мне возможность адаптироваться и привыкнуть к людям, которые здесь живут. В колледже очень приятные педагоги, которые, если мне нужна была помощь, если я вдруг не понимала, я слушала, и они мне рассказывали все необходимое, что мне нужно было по профессии и что нужно было по общеобразовательным предметам. Мне того очень хватало. А еще мне очень понравилось, что моя группа, она меня приняла, я думала, будет что-то какой-то неприязнь, но у нас девчонки в группе, мы очень дружные. Нас осталось хоть немного, но мы остались самые-самые, которые вот мы не можем уже друг без друга. У нас педагоги очень хорошие, они очень понятно объясняют профессию воспитателя. Воспитатели-то не так легко, как думала я сначала. Это нужно уметь найти подход всегда к человеку, уметь к ребенку и к родителям так же, потому что без этого никуда. И вот в детском саду, в котором я последнее время проходила все время практику, я решила не менять детский сад, в детском саду «Березка», вот, мне предложили место рабочее, да, но так как я поступаю дальше, высшее учебное заведение, поэтому посмотрим еще. На самом деле эмоций очень много, так как я за эти пять лет, можно сказать, стал родным в этом колледже, обрел много друзей, как бы у нас уже сплотился коллектив, и не хотелось бы уходить. Начнется новая жизнь, новые дороги в жизни откроются. Я уверен, что я не останусь без работы. Я очень благодарен этому учреждению, где я обучался, и всем. После окончания церемонии вручения дипломов, выпускники торжественным парадом прошли от здания Дома культуры по улицам Королева, Кооперативная и Северная до родного Альма-Матер, где их ожидали не менее приятные моменты общения в дружной и непринужденной атмосфере. Ангелина Губайдулина, Дмитрий Нетин, авторское телевидение «Березово» и Грин. В июле в Березово установилась достаточно жаркая для наших краев погода. У большинства время отпусков. Многие уехали в другие города и страны, другие отдыхают на морях. А кто-то предпочел заграничным и российским курортам просторы родных широт. Температура за окном вполне позволяет отдохнуть и у нас, на одной из самых северных точек страны. Второй летний месяц в Березово – это детские площадки и отдых на природе. Один из основных плюсов лета в нашем городском поселении – отсутствие городской суеты. Как и почему проводят лето в столице Березовского района, мы узнали непосредственно у жителей. Мне нравится Березово, потому что, во-первых, здесь, ну, как бы, от города, не совсем, вот, отличается от города тем, что здесь есть леса такие большие. Это лето, мне кажется, неплохо проводить и здесь, в Березово. Погода прекрасная, на мой взгляд. И мы нынче, ну, нас нынче радует погода. Мне нравится, потому что мало машин. И тепло. Можно на площадку прийти. Я провожу лето в Березово, потому что тут погода, в принципе, хорошая. Со временем теперь здесь есть куда сходить. И это мой родной поселок, мне здесь нравится. Вот когда теплые дни, вот сейчас нравится, жарко. Хорошо и мы отогрелись, как вроде год. А по чем еще вам нравится Березово и что бы вы хотели видеть? Чтобы еще больше был благоустроенный везде, чтобы асфальт. А люди у нас добрые, мне кажется, я со всеми, вот, мне почти, наверное, все Березово знают. Особенно все старушки, к кому я кажу, проведаю. Так что мне все нравится здесь. Я привыкла, у меня здесь дети, здесь вся семья здесь. Это вся информация на сегодня. Если вы что-то пропустили, в любое время все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ Березово всегда ВКонтакте. В студии для вас работала Ангелина Губайдулина. До новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!